Я думаю, что тема Путина и, скажем так, вот такой некий демонстративный жест антипутинский, я думаю, это не было главным для Порошенко. Вот это как раз не стиль Порошенко, как бы вот в такие жесты играться. И тема Приднестровья, она важная, но не решающая в назначении Саакашвили. Потому что там важны другие вещи. Вот закон, который был принят парламентом, Порошенко его подписал о прекращении военного транзита в Приднестровье. Вот это гораздо важнее. Я думаю, что тут логика несколько иная. Саакашвили, тема Саакашвили, конечно, связана с темой Коломойского. Почему вот у Коломойского так и обиделись и, на мой взгляд, совершенно напрасно начали такую информационную кампанию именно против Саакашвили. Я думаю, это не совсем правильно. Но возникло в конце мая очередное обострение в отношениях между командами президента и командой Коломойского. Опять проявилась борьба за Укрнафту, за компанию, которую пока еще контролирует Коломойский. И вот следствием очередного этого обострения стала замена одесского губернатора Палицы. Это человек Коломойского, это не секрет. Его давно отправляли в отставку, еще с января. И думаю, что одна из причин, почему он оставался, с одной стороны, вот такие отношения с Коломойским, как бы на грани войны и мира. А с другой стороны, вопрос, с кем заменить. Это, кстати, кадровый голод, на самом деле, это одна из проблем. Она же объясняет эксперимент с иностранцами, приглашение людей из бизнеса, ну и многое другое. Вот кем заменить, я думаю, это головная боль. И для Порошенко, и для Бориса Ложкина, как главы администрации президента, и для премьера. И в итоге вот согласился Саакашвили. Главная неожиданность и сюрприз в том, что он согласился не на высокий пост в Киеве, вот как ранее ожидалось. Тут бы не удивились. А согласился стать одесским губернатором. Что удивительно. Да, мне кажется, здесь сработало, ну вот для Порошенко, надо же было заменить кем-то парицу. Нужен был сильный губернатор. В Одессу нужен сильный губернатор. А таких у нас, к сожалению, почти нет, будем говорить откровенно. А тут Саакашвили согласился. Почему он согласился? Версия номер один, я думаю, она не безосновательна. Он потом вернется в Киев на более высокий пост, если хорошо себя покажет в Одессе. Говаривают на премьерское окрестное? Я не думаю, что премьерство, потому что все-таки иностранец на премьерском посту, это будет занадто. Это вызовет непонимание, критику. А вот прийти в правительство в роли модератора реформ, координатора реформ, я не знаю, там, в статусе просто вице-премьер или первый вице-премьер, это почему нет? Вполне возможно. И то, что Саакашвили заявил, что его план на полгода рассчитан в Одессе, вот это очень показательно. Видимо, вот дан такой некий испытательный срок. Удачно будет эти полгода, будет результат, тогда, возможно, он пойдет в Киев. Нет, возможно, придется, может быть, дольше поработать в Одессе. Теперь, почему Одесса, и почему Саакашвили согласился на это? Мне кажется, для Саакашвили Одесса напоминает Батуми. Об этом многие говорят, в том числе люди, близкие к его команде. Он из Батуми сделал некую витрину новой Грузии, показал примеры быстрой, неплохой модернизации, как такой полузаброшенный курортный край можно превратить в современный курорт и показать плоды модернизации. Вот нечто подобное теперь он может сделать или начать хотя бы делать в Одессе. И у него уже есть определенная схема, как это делать, опыт есть определенный, что очень важно. Похоже, Порошенко дал ему карт-бланш. Новый начальник одесской милиции из грузинской команды Саакашвили. Говорят, что и прокуратуру тоже может возглавить человек Саакашвили, либо в руководстве прокуратуры будет близкий человек Саакашвили, ну и так далее. Это хороший расклад для начала. Будут инструменты, будут рычаги, то есть, видимо, карт-бланш определенный у Саакашвили будет, плюс прямой контакт с Порошенко. То, чего на самом деле вряд ли есть у других губернаторов. Сто процентов. Поэтому это все как бы дает Саакашвили дополнительные возможности. Я вам скажу, я не столько опасаюсь того, что сработает вот этот антироссийский фактор. Я не думаю, что большинство одессит, а даже пророссийские, они начнут там бунтовать против Саакашвили. Люди уже увидели, чем заканчиваются бунты сепаратистские и не хотят этого. Ну, кроме, может быть, там самых отъявленных пророссийских активистов, которые ушли под поле. Чего я опасаюсь? Вот двух вещей. С одной, даже трех. С одной стороны, это намеренные провокации российских спецслужб, потому что для них это раздражитель. Вот Саакашвили раздражитель, и нужно ему испортить жизнь, испортить работу в Одессе. Там через взрывы и разные другие нехорошие вещи. Вот это один фактор опасности. Второе. Одна из задач Саакашвили – борьба с контрабандой в этом регионе. А вот тут начинаются большие социальные и экономические сложности. Потому что значительная часть одесского бизнеса, не только олигархи местные, а малого и среднего бизнеса, тесно связана с контрабандой. И что с этим делать? Много лет. Много лет. Исторически. А я еще не говорю, я это называю фактор Мишки Япончика. Что это за фактор? Михаил, да. И вот это феномен, я имею в виду Одесскую организованную преступность, которая всегда играла там большую роль. Всегда. И вот это тоже, кстати, вызов будет для Саакашвили. Он в Грузии подавил очень жестко местных криминальных авторитетов. А вот как быть в Одессе? Не приведет ли это к жесткому противостоянию? С другой стороны, меня даже больше беспокоит это возможное противостояние с той частью малого и среднего бизнеса, которая связана с контрабандой. Это уже социальная проблема. Поэтому тут кроме решительности должна быть определенная гибкость. Ну а третий фактор – это наша бюрократия. Вот это наше болото бюрократическое. Хватит ли энергии и харизмы Саакашвили, чтобы это все преодолеть? Вопрос пока открытый. Но на мой взгляд, это очень интересный эксперимент. Тут есть много рисков, но эксперимент очень интересный. И то, что на него пошел и президент, и руководство правительства, администрация президента, на мой взгляд, в принципе, надо попробовать. Надо попробовать. Потому что в нашей ситуации, когда все критикуют, что все медленно изменяется, что нет результатов, вот надо попытаться на уровне Одессы, а дальше, может быть, и на других уровнях. Так, как мол, это все медленно изменяется, а дальше, может быть, и на тех carers,